бедный вот смотрите нет не бедный наоборот я выехал 33 часа назад из этих 33 часов я поспал три часа и два часа бродил по пиявочному болоту вот теперь он действительно сделал 650 километров в одну сторону нет 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 только ради лягухи там не 650 значит вот я посмотрел сколько я накрутил без 14 километров полторы тысячи побольше получается при этом жуть вообще дороги там ремонты сплошные сплошь ремонты поэтому очень долгая дорога получилась страшно тяжелая но ребята он опять скатался блин я опять катался в пиявочный пруд вчера днем ребята позвонили и сказали что только что пять минут назад они поймали я его еще не видел я видел я видел что он шевелится потому что его посадили в темную бутылку все как как я говорил все согласно инструкции но только бутылка оказалась вот он вот он я видел его я видел его только и и я еще поймал к нему друзей пару я надеюсь что это пару но больше всего похоже на пару саммит самка потому что я не понимаю пол золотой лягушки поэтому надо чтобы у него на всякий случай был и мальчик и девочка пойдем распаковывать ребята я очень хочу спать я но мы сначала все как следует распакуем а потом уже будем собираться спать еще часа два да что держаться все я на адреналине все ключи не понял что происходило происходило то что сказали о том что это лягушка есть мы скомполовали поездку за ней с поездкой в парк птицы воробьих мы туда недавно ездили если вы помните сутки шастали по болоту не нашли ее уехали и спустя сколько прошло неделя даже поменьше да в общем достаточно быстро ее все-таки нашли евгений как только об этом узнал вчера утром сразу же прыгнул в машину и помчался за нашей красавицы это так интересно посмотри что это о господи господи это потрясающе это просто невероятно вот у нее окрас не хуже чем у какой-нибудь рогатки пусть кто угодно рассказывает нам про дуримаров про дурачков я ребята я искренне готов вас пожалеть если вы не понимаете серьезных увлечений восторгов первооткрывателей когда у вас в руках оказывается какая-то потрясающая вещь и вы с ней будете еще работать но не важно что важно важно невероятный интерес к этому всему я вам сразу скажу что прудовая лягушка живет в террариумах достаточно хорошо евгений сказал что хорошо отличает и мы очень надеемся что она и размножаться сможет вот и смотрите что это боже мой это чистый альбинос на мой взгляд чистый альбинос с красными глазами понимаешь в чем дело вот всякие лягушки-быки американские есть альбиносы они белые вот но у этой белое брюхо это мне уже константин сказал он ее разглядывал нее белое брюхо у нее белые перепонки а сама она видишь какая-то альбинос рогаточного типа ну вот такой рогаточного типа ну на самом деле это огромная редкость я но это уже проговаривали я повторюсь что альбиносы среди головастиков встречаются вы видели даже видео с австралийской квакшей альбиносом которая у Шуловского родилась у нас феи такие денизи рождались они обычно не проходят метаморфоз если добавлять гормоны в воду тероксин у них вырастают лапы но они все равно не выходят на сушу они умирают у Ивана без гормонов без всего вылезли лапы но и лягушонок все равно погиб сразу после ритморфоза там куча нарушений обычно вместе с альбинизмом а тут даже все хорошо и она уже выросла до взрослого размера даже если альбинос в природе проходит все стадии и выходит то обычно он погибает очень быстро потому что этого альбиноса видно как бурого медведя на льдине и любой хищник его сразу же ловит даже эту лягушку вот константин ее снимал у нас есть снимки в природе она среди водной растительности смотрится как как лампочка горящая сейчас он говорил что то же самое вот когда она вылезла из густых зарослей сидела на берегу он ее увидел издалека она просто светится и естественно такие особи очень быстро погибают и как она ухитрилась дорасти до взрослого состояния это невероятно но и естественно ее подружки зеленые собратья из этого же труда на самом деле вид очень интересный для содержания в него лежало что его редко содержит мы надеемся что может быть мутанты поднимать интерес к этому виду потому что прудовая лягушка держит достаточно высокие температуры и может жить в комнатах и при этом она дневная в отличие от многих такого типа тропических амфибий это очень интересно красивая ведет полуводный образ жизни то есть способна жить в прекрасных красивых озелененных полюбариумах вроде жарлянки вроде жарлянки только живот не красный но гораздо ярче жарлянки она потрясающая она похожа вот у нас тропическая австралийская литория аурея живет люди ее очень любят по форме тоже самое ярче абсолютно только гораздо красивее ауреи вот у меня есть надежда что тот который поменьше самец а тот который побольше это естественно самка вот двух еще я упустил бегите ребята все для вас как карантин не вполне нормально и вот девушка вот девушка какая красавица а ну вот поспали теперь боже да и поесть еще разочек сниму на мальчика похож ну два мальчика девочка хорошие они друг друга заводить будут то что надо все пусть они отсиживаются они были безумные амфибийщики безумные дуримары в своей естественной среде обитания да сегодня были и пиявки тоже меня только одна укусила тебе кротовая написала что это профилактика тромбоза отлично профилактика тромбоза так что у меня никакого тромбоза не будет не дай бог оцарапаюсь теперь наверное уже гемофилия после так что нормально вот следите за нами у нас много интересного про лягушек а